Первое место работы в значительной мере определяет сферу специализации человека, а с ней и его дальнейшую карьеру. От него зависит, какой опыт приобретет молодой человек, насколько он устроится в профессиональном плане и то, по какому пути пойдет в дальнейшая трудовая дорога. Бывшие студенты Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, прибывшие сегодня на Запорожскую атомную станцию, мечтали о ней долгие пять лет. На их пути было много преград, вплоть до перевода в другие вузы из-за аннексии Крыма, но они все преодолели и не изменили своему главному желанию – работать на Запорожской атомной электростанции. Чего же ждут от первого трудоустройства? Ну то, что я попаду в приятный коллектив, будет карьерный рост, жизнь в ужасе, в удачную сторону, все будет прекрасно. Жду хорошие должности, карьерного роста, интересного. Что будет интересного? Работа в трудоустройстве? Чего можно ждать от работы? Жить хорошо, нужно работать хорошо. Это очень важно. По специальности атомная энергетика после защиты дипломных проектов Одесского политеха прибыло восемь ребят, трое из которых с красными дипломами. Им очень посчастливилось, что всех сразу трудоустраивает в эксплуатационное подразделение. И уже по традиции первая встреча с руководителем ЭП Олегом Дударем и начальником третьего энергоблока Василием Русковым. Не просто для молодых людей погрузиться сразу из состояния учебы, из почти таких ясельных условий, в общем-то самостоятельную жизнь. Но опять же мы абсолютно уверены и в них, и тоже и в нас, наших старших для них товарищей, которыми они попадут и которые их научат всему тому, что знают сами. Олегу Георгиевичу необходимо уже сегодня рассмотреть в этих молодых ребятах будущих профессионалов, кто возьмет на себя ответственность за работу в Запорожской атомной станции в ближайшие годы. Поэтому, общаясь с ребятами, старается определять мотивацию и желание работать, расти по карьерной лестнице и развиваться. Для меня очень важно то, чтобы эти люди были не случайные, для того, чтобы исключить попадание людей, которым противопоказано, что ли, работа в такой командной среде, где успех и ответственность каждого определяют успех всего коллектива. То есть, мы не можем допустить, чтобы в смене хоть кто-то выпадал из этого ансамбля, потому что фальш она будет сказываться и на общем результате. А результат – это надежная работа и надежная и безопасная работа энергоплота. На встрече руководитель ЭП, помимо оценок дипломов, также интересовался увлечениями ребят. Оказалось, что среди будущих атомщиков первый взрослый разряд по плаванию, увлечения настольным теннисом, профессиональные занятия туризмом. Такой вопросик был интересен, что узнали некоторые о своих, то, что какие интересы. И там только сказали, какие интересы, и нас сразу буквально так мысленно распределили по блокам. Потому что на некоторых блоках есть люди, у которых такие же интересы. Забавно так. Руководители уже отбирают, они интересуются не только знанием, но и, скажем так, увлечением и так далее. Для чего? Для того, чтобы знать человека, понимать человека, направить его, чтобы он нашел свое место не только как профессионал, но и как часть нашей культуры. И спартакиада, и творческие занятия, это различные наши конкурсы. Потому что таким образом ребята становятся частью нашего коллектива, и они прикипают душой к нашему коллективу. И, соответственно, наш коллектив становится более стабильным, теплым, душевным, семейным и ответственным друг за другом. Пообщался с молодыми работниками и заместитель начальника электрического цеха по работе с персоналом Валерий Решетников. Он также посмотрел документы, оценил успеваемость, ответил на интересующие вопросы. Восемь выпускников Запорожского национального технического университета принимает электрический цех в этом году. Ранее эти ребята также обучались в Севастополе. Учеба закончилась, они стали взрослыми, и от каждого, кто как себя будет вести, кто как будет впитывать те знания, которые им будут давать, зависит в дальнейшем. Поэтому я им желаю удачи, в силу, в совершенствовании и изучении этой специальности, как на электричестве. Но все зависит уже от них, не от нас. Мы сделаем все, что от нас зависит. Процедура трудоустройства в этом году очень минимизирована и упрощена. Еще на этапе преддипломной практики будущие молодые работники прошли все этапы проверок, получения допуска, поэтому в ближайший месяц 23 выпускника вузов уже приступят к работе. Впереди у ребят стажировки, обучение, сдача экзаменов, новые должности. И самое главное – исполнение всех их амбициозных планов. Это совершенно правильно. И это очень хорошо, когда у них есть вот эта внутренняя убежденность и уверенность в своих силах. Без вот этой вот целеустремленности и амбициозности, наверное, вот в нашей работе было бы очень сложно. Любой начальник, будь то смены, будь то блока или там подразделения, он хочет, чтобы у него работали только лучшие люди, лучшие специалисты. Потому что это основа, на которой держится в том числе и эксплуатация. Дорога к любым звездам, она открыта для каждого. Исходя из определенных требований к будущим работникам, Запорожская атомная станция комплектует кадры наилучшими выпускниками вузов и таким образом поддерживает высокий уровень квалификации персонала, соответствующий почетному званию энергетика-атомщика. Я им завидую, этим ребятам. Им еще предстоит очень много узнать полезного и важного. Им предстоит еще очень многому научиться. И поэтому пожелать я им могу только одного, чтобы они никогда в жизни выбранной профессии не разочаровались, чтобы у них все ими задуманное свершилось и чтобы они четко понимали, что здесь их ждут хорошие, нормальные друзья и коллеги, которые заинтересованы в этом же, ну так же, как и сами эти ребята. Продолжение следует...